Вы на канале Наборный край. Меня зовут Татьяна. Сегодня у нас финальное видео из серии, в которой я вам рассказываю, как сделать наборный край крючком. Мы с вами уже рассмотрели и связали, как сделать наборный край из соединительных столбиков, из столбиков без накида, из полустолбиков. И теперь мы с вами сделаем наборный край из столбиков с накидом. Для чего нужен такой край, для чего вообще такой набор? Эти наборы более эластичны, чем просто набор из воздушных петель. Бывает так, что вы сделали цепочку из воздушных петель, как начало ряда, и затем у вас узор идет более широкий, может быть там какие-то шишечки, или вы просто вяжете как-то свободнее, и в итоге начало ряда у вас выглядит стянутым, начало вашего вязания, а дальше полотно идет шире. Так вот, чтобы это начало ряда у вас не стягивалось, можно делать такой эластичный набор. Наборы показала разные, то есть их можно использовать для разных узоров, когда у вас дальше идет столбики с накидом, допустим, вяжем, значит лучше сделать, допустим, набор, когда у вас эластичный набор со столбиками без накида. Сейчас у нас будет набор с столбиками с накидом, столбики с одним накидом, и его логично использовать, когда вы дальше будете вязать уже какие-то узоры, где у вас присутствуют столбики с накидом, потому что у нас в основании узора как раз уже сразу вывязываются первые самые столбики. Итак, давайте начнем. Делаем первую петельку, затягиваем, и для начала вязания нам нужно с вами набрать 4 воздушных петли. Далее мы делаем накид, и вводим крючок в самую первую петельку, подхватываем ее за левую стеночку, за одну ниточку, за одну стеночку, вот за эту. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее, у нас с вами сейчас 3 петли на крючке. Дальше мы подхватываем снова рабочую нить и провязываем только первую петельку. Снова 3 петли. И далее мы уже как будто вы вяжем с вами столбик с накидом. Мы захватываем рабочую нить, провязываем 1 раз 2 петельки, еще раз захватываем рабочую нить, и еще раз 2 петельки провязали. Готово. Первые петли мы сделали. Дальше мы повторяем следующую, далее мы повторяем следующее движение. Мы делаем накид в самом начале, затем идем вниз. Вот мы сейчас вот здесь с вами крючок вводили в первую петельку, а дальше у нас еще такая же петелька с краю образовалась, вот эта. За одну самую левую петельку мы подхватываем, рабочую нить вытягиваем, у нас 3 петли на крючке. Захватываем рабочую нить, провязываем только первую петельку. Захватываем рабочую нить, провязываем 2 петли. Еще раз захватываем рабочую нить, провязываем 2 петли. повторяем накид идем вниз вот сюда вот сюда мы связали теперь вот следующая петелька она у нас как будто бы вот чуть пониже до находится зацепили вытянули провязали эту петельку захватили рабочую нить провязали 2 захватили рабочую нить провязали 2 давайте еще раз вот сюда провязываем петельки аккуратно регулируем натяжение нити чтобы не было слишком затянуто не было слишком свободно все петельки у нас были с вами одинаковые и равномерные таким образом при таком наборе у нас с вами сразу же формируется первый ряд из столбиков с одним накидом посмотрите вот мы сейчас выровняем полотно и у нас здесь уже присутствуют столбики то есть сверху у нас образуются петельки которые мы будем затем провязывать сделали наборный край развернули полотно и в обратную сторону мы начинаем провязывать используя петли предыдущего ряда как мы посчитаем смотрите 1 2 3 4 5 и вот здесь у нас с вами воздушные петли которые у нас в начале ряда наборные за последнюю петельку мы тоже подхватываем таким образом считаем петельки я сейчас наберу побольше образец покажу что получится провяжу несколько рядов чтобы увидеть как выглядит наборный край уже в полотне и вот образец уже с провязанными несколькими рядами это нас лицевая сторона то есть вот вот это вот вся часть что я придерживаю пальцем это все у нас наборный край который уже с столбиками с накидом вот этот первый ряд это наборный дальше три ряда на столбики с накидом провязаны с одной стороны как выглядит и с другой стороны тоже выглядит красиво симпатично может использоваться любой стороной как лицевой ну и эластичный набор также тянется как и само полотно вот такой интересный вариант наборного края надеюсь воспользуйтесь не забывайте подписаться на канал и поставить лайк этому видео увидимся скоро в новых уроках всем пока